В пульте сказка про Федота Стрельца, где вот этот генерал был и ему хотели медаль помесить, некуда было, видишь, на жопу приглядели. Вот это достигаторы. У них 4 диплома, 200 грамот, он там 3 языка знает. Вот, короче, он вот на достижения заточен. Но в отношениях он никакой. Да, такие люди забывают день рождения своих детей, там мамы, там. И есть эмпатичные люди, эмпаты. Это люди, которые, это я сейчас говорю, знаете, такой перекосы куда. Когда в достигаторстве перекос, он просто там зарабатывает и никак, он тебе спасибо не может сказать. Выдавить из себя не можете. Есть люди, которые эмпатичные, которые, они знают все дни рождения детей, они твои детей. Они знают, вот, ну, как бы, когда у тебя, когда у твоей мамы, они вовремя цветочат, вовремя погладят, вовремя позвонят, спросят, как у тебя дела. То есть это люди, которые умеют поддерживать взаимоотношения с другими людьми. И перекосы, когда вот достигаторы, они просто фигачат до полусмерти. Деньги, 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 деньги. И у них вот эта семья вся валится. И достигаторам, вот им, знаете, мне что-то в достигаторах нравится, им можно писать план. Там, пять свиданий в неделю, там, десять звонков в день, там, близким друзьям, там, по приоритетам можно расставить. И они будут выполнять, сидеть. Вот в этом плане с ними, с достигаторами, проще достигать каких-то результатов даже во взаимоотношениях. Ты будешь говорить, я не буду делать. Эмпаты немножко другие. Эмпаты? С ними сложнее. С ними, знаешь, не нужно играть в их игру, они очень сильно манипулируют людьми. Раз. Они кивают. Ты им расскажешь? Они стабильные. Они кивают, они тебя понимают. А ты им говоришь, надо сделать вот это, там, то. И они вот через месяц встречают, что я сделаю. Это эмпаты. Это люди, которые, они получают оргазм во время разговора. И все. И все. То есть, вот, достигаторы получают удовольствие в момент, когда он получил диплом, когда он получил деньги. И он кайфует от этого. Эмпаты, вот, ты им говоришь, надо с ютуб-каналом. Надо, там, в неделю два ролика. Нужен инстаграм. И он кивает. Он говорит, да, я узнавал. Там, через год он ни хера не сделал. Ничего не будет. Нет, это не будет. Но кивает, он будет тебе постоянно. Он согласен. Он согласен, но он не сделает, да. И поэтому с эмпатами немножко чуть... Вот, эмпатов надо нагибать. Прям вот так берешь за жаброй, говоришь, когда сделаешь. Там вот эти дедлайны, ну-ка подпиши вот здесь, там, цена слова, там. Ну, вот такие. Их надо прям долбить, вот, ну, для исполнения. Ничего плохого ни в том, ни в том нету. Но очень, ну, подходы, выходы оттуда разные просто. И вот переход у мужчин, когда они вот сильно и эмпатичные, здесь таких, по-моему, пока нету. Такие вот, вот в Дубае таких много. Красавчики. Да? Они прилизанные, там, сивой. Они пользуются лаком для волос, там, вот такие вот. Нет, ну, значит, в аудитории нету, в смысле. И они такие вот, они с иголочки всегда, как Дэнди Лондонский одет. Вот, 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 весь с иголочкой. И такие люди, они немножко, они не идут на прямой конфликт. Вот, они, им сложно с мужчинами, потому что на них давят все. Их там вот, ну, как-то пинают, там, они не знают, что вообще с мужиками делать. И они не конфликтуют напрямую, но они, знаете, они вот будут проходить, и там тебе в ботинок камешек кинули. И ты никогда не узнаешь, кто камешек тебе закинули. А у тебя ноги в кровь, там, 20 километров кушеки. То есть, ну, это вот такие, они вот какие-то вот подлярки такие делают, и все. Для девчонок очень, для девчонок очень, вы поймете сейчас, вы 100% на таких красавчиков нарывались, потому что это невозможно на них не среагировать. Вы не умеете от них защищаться. Это мужчина вашей мечты. эмпатичный красавчик, которые, они растворяют тебя в себе, в своем мире. Они тебя всячески, вот, знаешь, они как вода, они тебя отберут. И ты, короче, они тебя любят, и тебе так нравится. Они поднимают тебя до уровня богини, и потом бросают. И вдребезни нахер-то там. И такие отношения, они даже не понимают, что они делают. Им кажется, что это нормально, а это месть маме. Это месть маме. Это когда очень сильная привязка к матери. Это когда... И знаете, вот в 12-16 лет это ребенка надо отпускать. И в Казахстане у нас, из-за того, что у нас многодетные семьи, мы еще как-то у нас... Есть дети, которые вырываются из-под этого. Вот в многодетных семьях, вот там, где пятеро детей, трое, там, четверо, да, там... Есть две жертвы всегда. Старший сын... И младший. И младший. Старший всем должен. Квартиры, машины, свадьбы, спарайты. И младший, которого все любят. Иркешев этот, который... Это... Старший в 45-50 умирает от инфаркта. А младший в 40-х себя еще не нашел. Он еще не определился с тем, как в этой жизни будет. Это вот и посередине, которых пронесло. Если только двое, тогда у вас только двое четверо. Один такой, один такой. А те, которые один? Те, кто посередине, ненормальную жизнь живут, потому что про них в этот момент забыли. Я вас всегда и думаю. Второй ребенок всегда такой. Понимаете? То есть это у нас уже традиционно становится. И младшего ребенка держат при себе. Его не отпускают. Выгонять надо при себе. А если у нас есть синдром среднего ребенка? Медолюбленные? Они недолюбленные, но они самостоятельные. Они достигают в жизни, как бы... Не то, чтобы больше, но они хотя бы сами живут автономно. Старший ребенок достигает больше, потому что ему больше надо. Но у него надрыв такой эмоциональный, внутренний, вот эта хроническая усталость, что такие люди, я вам говорю, они же приходят ко мне, мужики такие. Вы не поверите, с них вот блоки вытаскивают, чуть-чуть хотя бы, да? Они храпят. Вот и он... И он... И спит. А если женщина? Потому что усталость выходит. Он раз, прокричался, прокричался, и все, и храп такой. Я первое время думал, что он сознание потерял, или что там, вот это, да? Их будил. А потом вот так голову, вот так прям голову поделил. А если старший дочь? То же самое все. То же самое. Если один ребенок. Если один ребенок, если он сын, он по-любому попал. Дочка. Дочка тоже. Почему? И что делать с этим? Сына нужно отпускать. Первое. В 12-16 лет надо понять, что он самостоятельный. С дочкой то же самое. В 12-16 лет очень важно понять, что вот... И свои проекции, что все мужчины-мудаки, на нее не надо перекладывать. Ей в голову не надо это внедрять. А? И мальчикам нужно в командные виды спорта. Волейбол, баскетбол, футбол, там, на бокс отдайте, на единоборство еще какие-то. То есть, как-то его надо развивать. Потому что мама, которая переживает за своего ребенка, никогда она его не переведет на бокс. Там же по голове бьет. А какая разница? Маленькие, что вы же... Это то же есть, что раньше меня все били, а когда я пошел на бокс, и меня стали бить профессионально. Да, да, да. Вот. И поэтому очень, ну, очень важно, чтобы он вот этой энергетики мужской набрался. Чтобы он понимал, как мужской коллектив внутри взаимодействует. Потому что те правила, которые устанавливаются в женском коллективе, и те правила, которые в мужском, они вообще разные. Потом от коммунизма никто не уходил добровольно. Это нужно волевое решение самого сына. Потому что он не знает цену даже зубной пасти, а ты хочешь, чтобы он в возрастной жизни сейчас ушел сам. Он же не пойдет никуда. Это, это по-любому с кровью, ну, с мясом прям открывается. У меня этот отрыв произошел в 17-18 лет, когда я уехал в университет учиться в другой город. И я помню, это было больно, это год или два, это было очень сильно. И людей же много приходит. И когда приходил мужчина, я ему говорю, уйди от мамы. У него 40 лет. Гениальный ответ. А куда я пойду? Тебе 40, какая разница? Тебе 40 лет, какая разница? Иди. Но, боясь за маму, как бы он себя оправдывает, что мама, она уже в отраси, и он как бы с ней, да? Ну, не знаю. А мамы не станет чудевой. Мама не станет чудевой. Поэтому, моё понятие, ну, Нарбеков вообще против этого отделения. У него там три поколения в одном доме должно жить там. И я его слушал-слушал, что-то в этом есть, но что-то я представил, если я буду со своими родителями жить там втором поколении, я всю жизнь буду второй. У меня не будет своего угла, я не буду номер один для своей жены, потому что всегда, ну, еще папа сказал, а? Япония тоже. Слава. Я не знаю, я против, конечно. И моё понимание, лучше, ну, как бы отделяться. Я себя готовлю, что я своих детей буду отделять там, ну, пораньше тоже, там, в 16-19 лет, после школы, куда-нибудь подальше, чтобы меня не видел. Но я, чтобы вы понимали, я очень, я квочка прям. Я этого всячески не показываю, но у меня ребенок, когда идет в школу, я прям, я вот в окно подгляну, дошла, не дошла. Поэтому, и мне будет больно отпускать, меня командировки спасают, в смысле, их спасают командировки от моего влияния на них. Дочек есть у вас? У меня две. А уж вместе с ними пойдете. Я говорю, я их, ну, буду отделять, и у меня дочка уже знает, что еще там 2-3 года, и она поедет, ну, она будет отдельно. И я всячески за. Потому что мне это, в моей жизни не помогло, что меня рано выпросили из-за борт. Ну, относительно. Получается, когда у вас, если вы сильно пожили, ну, порой? Не надо до этого дотягивать. То есть, если уже дотянули. потом отделились, и они будут сами жить, но сами. Да. Сегодня люди живут до 90 лет. Слушайте. Они ходят сами. Они себе готовят сами. И поэтому, ну, вот. Смотрите, я вам сейчас объясню. Смотрите, раньше люди жили 40 лет, да? И выпросить там 30-летнего там старика уже некуда. А сегодня живут 90. 90. Вот твоей маме 90 поутиле сколько лет будет? 70. 70. И когда свою жизнь... 90? Такая... сейчас даже этот термин какой-то появился, что-то вроде таких этот, новая жизнь начинается после 50. Слышали? Когда внуки уже есть, и можно их, не обязательно с ними нянчиться, дети уже взрослые, а у тебя есть деньги и время. Так в Европе. Так в Европе, у нас здесь так бухают. Я как-то попал в компанию, где были всем кому-то 50. Я честно, мы так только в студенческие годы бухали. Я еле живой оттуда убежал вообще. 10.30, я уже был дома. В 7 утра они мне звонили, как дела? Они только вышли из клуба. Какой клуб? Он 54 года, он 16. То есть, это вот уже, ну, такое. Поэтому лучше отделяться. Это же здорово. Это хорошо. Родители самостоятельные, они автономные. Ты от них не зависишь, они от тебя не зависят, они еще могут сами зарабатывать. Есть скайп, там, ватсап, ну, пожалуйста, поговорите. Но вот друг у друга сидеть не надо. Вы можете родителей вывозить на отдых, но только не в один дом. Лучше в разные номера.